Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Поднялись потихоньку. Нам тоже нельзя проигрывать. Если мы сегодня, кстати, побеждаем в Стуткаре, то у нас будет уже 60 очков. И мы станем второй командой, которая получила быстрее, чем Ганновер. Они первые 60 очков набрали. Но сейчас они в невероятном отрыве. Как вы видите, сейчас на целых 19 очков опережают нас. И поэтому уже за чемпионство нам бороться никак не получится. То, что Ганновер идет просто с невероятной мощностью в чемпионате, без проигрышей. Но у нас выдалась неплохая такая серия голов. У нас 9 матчей, 6 голов, 4 голевые передачи. Благодаря тому покеру в воротам Армении. Так что это отлично. Кто не видел, переходите на предыдущий ролик. Все они есть в плейлисте. Но мы сегодня сыграем против Штутгарта. Я еще и возвращаюсь. То есть не дома даже играю не в Гамбурге. А именно в Штутгарте. Так что это будет очень интересно. Я полностью, у меня стамина восстановлена. Ну что ж, поехали. Итак, очень для нас важный матч. Мы возвращаемся в Штутгарт. В составе теперь уже Гамбурга. Хороший мы полсезона выдали в Штутгарте. Для нас это клуб, который вывел нас на профессиональную футбольную арену. Локомотив мы не считаем, потому что не играли там мы за основную команду профессионально. Но вот именно в Штутгарте. Это первый такой европейский прям клуб, благодаря которому мы смогли перейти в Гамбург. И Штутгарт, скорее всего, останется еще на сезон во второй Бундеслиге Германии. Вот нас сейчас показывают. Но, а вот Ганновер и Гамбург, скорее всего, выйдут в первую Бундеслигу по итогам этого сезона. Но все это будет у нас немножечко в конце. Идет на вес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И мы пропускаем. Вот так вот. Неожиданно Форстер забивает на 12 минутки. Галкипер выбежал куда-то прям из ворот и оставил пустыми. Ну, а так-то момент, конечно, вот здесь вот можно было и побыстрее вставать. Но не успел сложиться игрок. И мы пропускаем. Вот моей бывшей команды. Еще и пасы вот прокачались. Ну что же, минимальное поражение. В Штутгарте проиграли своей бывшей команде. Гамбург не выигрывал и не получал. Одно только всего лишь очко получили в матче со Штутгартом в этом сезоне. Мы в двух матчах в этих участвовали. Один за Штутгар, другой за Гамбург. В первом матче мы даже сыграли в ничью. И тогда я забил Гамбургу, конечно. Но вот все-таки в ворота Штутгарта я пока что не забивал. Может быть, это и к лучшему. Не забивать своему бывшему клубу. Это все-таки уважение. Итак, теперь у нас игра против Вейс Бадена. Они сейчас идут на 18 строчки. Я надеюсь, что мы должны себя хорошо в этом матче показать. Тем более, Штутгарт, мы видим, поднялся с шестой на пятую строчку. Но мы также можем потерять свое превосходство в турнирной таблице над Нюрнбергом. Если проиграем этот матч и следующий, тогда они догонят нас по очкам. Так что нам обязательно нужно наконец-то выигрывать и прекращать уже терять очки в таких вот матчах. По заданиям я все практически выполнил. У меня осталось только отдать голевую передачу. Одну и все будет замечательно. Так что, может быть, этим и займемся. Итак, домашний матч против Вейс Бадена. Поехали. Итак, интереснейший матч. Гамбург очень много теряет очков в последних матчах. Ну вот, сейчас встречается в 29 туре вторая строчка против последней, 18-й. Итак, вторая Бундеслига приветствует вас. Поехали. Идет дальний навес. Сброс. И засчитают этот гол. Это 1-0. Мы пропускаем от команды с последней строчки. Хотя мы контролировали игру. Это просто их первый удар. Это вообще его первый гол в этом сезоне. Хотя уже концовка децидентная. Просто я не понимаю, что с командами происходит. Что и в Штутгарте у нас также было. Мы теряли очки. Теперь, когда мы ушли, Штутгарт начал. Это не в нас, друзья, дело. Потому что нельзя так играть. Я не запарываю стопроцентные такие прям моменты. Даже забиваю же. И вот это наш АМ сейчас. Проходим защитника. Удар. И это 1-1. Сравниваем счет против команды с последней строчки. Мы хотя бы им смогли забить. И отлично. Также я напомню, что мы боремся за звание лучшего игрока в чемпионате по системе гол плюс пасс. Это раз мы там вроде самые лучшие. Да. И в списке бомбардиров мы сейчас идем на третьей, второй строчке примерно так. И в списках ассистентов лиги тоже мы идем на второй строчке. Что выигрывать мы должны с Гамбургом. И действовать тоже нам надо. И это пенальти. Посмотрите, как я все грамотно тут сделал. Сделал этот драйкбок и прямо под ноги ему прыгнул. Но это не было запланированно. Я просто хотел сейчас вот здесь. А он нас прям так подкинул. Мы бьем пенальти. Для нас это решающе. Сюда пробью. Отлично! Наши два забитых пенальти уже в карьере. 100% реализация в пенальти. И дубль в сегодняшнем матче. Мы выходим вперед против команды с последней строчки. Это отлично. Фух. Мне всегда очень волнительно бить пенальти. Тем более в таких моментах, когда играем в ничью. И сейчас не 15-й мяч в сезоне. 15-й. Это очень хорошо для нас. Итак, минимальная волевая домашняя победа. Гамбурган от Вейсбаден. Благодаря нашим двум голам мы смогли сравнять. И забить еще и с пенальти. Сами причем мы его и заработали. Забили 15-й мяч за сезон. Все замечательно у нас. Мы движемся к тому, чтобы получить золотую бутсу в чемпионате 2-й Бундеслиги. У нас 61 очко. 8 забитых мячей уже за Гамбург. Не знаю, здесь ли считается за сборной. Наверное, нет. И вот, один мяч нас буквально, друзья, отделяет. И очень надо намного постараться, чтобы стать еще и лучшим ассистентом. Кстати, мы не будем, наверное, лучшим игроком по стремлению от Фриспаса. Потому что фланг Хи Чан, который играет в Ганновере, у него 16 забитых мячей и 11 голевых передач. Ну, это просто невероятный футболист, как мы видим. У нас 15 и плюс 8. Пока что вот так вот. Ну, а мы перемещаемся на тренировку. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, что же, вот так вот у нас закончилась тренировка. Почти мы уже приближаемся к рейтингу 76. Скорее всего, в этом выпуске мы его получим. Но у нас следующий матч против Кьеля. Которые тоже идут практически рядом с зоной вылета. Итак, играем дома. Надеемся, что сегодня мы снова сможем забить. Итак, разминаемся. И готовимся к тому, что сегодня, если мы забиваем хотя бы один гол, то мы сравниваемся с лучшими бомбардирами. И нам нужно еще отдать 3 голевые, чтобы сравняться с лучшим ассистентом. И практически это один и тот же игрок из Ганновера. Итак, поехали. 0-0. Матч против Гамбурга и Кьеля заканчивается. Ну, еще и попросили замену. Очень устали. Не с полной стаминой вышли на этот матч. 5-6 рейтинг мы получаем. Вообще без моментов. Матч Кьель даже ни разу поворотом не пробил. Итак, последний матч в апреле месяце. У нас матч против Динамо Дрезвена. Кстати, смотрите, Штутгарт будет бороться, наверное, к Нюрнбенгу. Они все ближе подходят за выход в первую бомбу с лигу. Это будет замечательно, конечно. Займу третью строчку. Мы вторую не сильно отречают, но Штутгарт там серьезно, наверное, стараются. И Динамо Дрезвена чуть-чуть повыше, чем Кьель на одну строчку буквально. Поэтому я не знаю, что от них ждать. Я вроде как попросил уже замену на прошлый матч и должен быть сейчас во всеоружии отдохнутый. Да, все, у меня полные силы. Поехали. Итак, выездной матч. Мы приезжаем в Дрезден, в Динамо. Команда тоже очень близка к зоне вылета. Для ней, наверное, задача это остаться во второй бундеслиге. Но у нас задача это держать свою вторую строчку и получить серебряные медали второй бундеслиги. Потому что Ганновер там уже никого к себе близко не подпустит. Просил же пас вовремя отдать. Нет, не могут. Хорошо, передача. Отлично. На. Отлично. Голевую передачу. Мне просто надо было отдать ее, чтобы выполнил я установку на этот сезон. И у нас 5 голевых вроде передач за Гамбург. 9 голевых передач в сезоне. 12. На последний момент, когда я смотрел, было максимум ассистов в сезоне у какого-то корейца из Ганновера. Но он тоже сейчас идет еще и на первых строчках в списках бомбардиров. Так что просто невероятный у него сезон. Лучший игрок он по системе гол плюс пас. Я, наверное, на второй все-таки строчке буду. Но вот он, наш перехват. Именно наш. И вот этот проход сейчас отлично. Отлично. За 15 минут отдали голевую и забили гол. Все шикарно у нас, если я не ошибаюсь, 16-й гол в сезоне. Очень хорошо. 9-й гол за Гамбург. И вот так вот отлично. Думал, что я влево буду пробивать. А я еще и левый так тихонечко перебросил его и все. 16-й гол, да, в сезоне. Ну, шикарно. За 3 минуты голевая плюс гол. И это 1-2. В Дрездене смогли все-таки добить этот момент. Здесь из-за меня потеряли мяч и пропустили. Вот так вот. К сожалению. И все. Победа на выезде. 2-1. Забили и отдали одну голевую. У нас просто это хороший матч получился для статистики. Итак, 9-й гол. У нас произошел и 5-я голевая передача за Гамбург. 4 очка. Нюрнберг отделяет от нас. Ну и смотрим. Да, мы сейчас обогнали игрока одного из Ганновера. Дюкч. Вот так, наверное, читается. Но Хванг Хи Чан 17 забитых мячей. У нас еще и на матч больше. И у него 11 голевых передач. Ему надо еще сделать 2. И забить еще 1 гол. Может быть, мы все-таки сможем его обогнать. Не знаю. Я надеюсь, у нас не будет в концовке там матча против... Да, ну все. Вот они. 3 матча. Уснабрук. Хейнхейм. И Шанхаузен. Хейнхейм только самый сложный. Потому что они идут на 6-й строчке. Но посмотрим. Пока что у нас тренировка. Наверное, сейчас мы после нее получим. Вряд ли. Но можем вот за последней тренировки, короткий пас, получить 76-й рейтинг. Ну да, мы все-таки получаем 76-й рейтинг. Благодаря именно этому короткому пасу, который мы и прокачали. Ну и замечательно. 76-й рейтинг. Повышаемся уже на 4 рейтинга. Мы повысились в Гамбурге. Не помню. Вроде на 1 мы поднялись в Штутгарте. Но это все благодаря тому, что у нас стали тренировки быть 2 раза в месяц теперь. Но это действительно мне бы очень бы некомфортно было бы до сих пор играть там 74-м игроком. А так уже 17 миллионов мы стоим. И с таким рейтингом мы уже можем через месяц вот эти 3 игры остались перейти в какую-нибудь топовую команду. Оснобрук. Сейчас мы узнаем, на какой они идут строчки. Оснобрук 11-я строчка. Это середняк прям такой хороший. Пока что нам обязательно надо выигрывать. Потому что мы не знаем, как сыграет Нюнберг. Но терять очки нам не стоит. Да и надо нам забить еще один гол, чтобы сравняться. И отдать две голевые, чтобы тоже сравняться. Так что у нас, мне кажется, это все будет возможно. Поехали. Итак, играем дома против Оснобрука. Середняка прям такого хорошего в этом сезоне. Ну а мы нацелены на выход в первую Бундеслигу. И мы будем бороться за это место до конца. Во-первых, мы боремся не за золото уж точно. Но хотя бы за серебряные медали можно побороться. Добивать нужно. Огон-то какой красавец получился. Разыграли все-таки. И отлично. 1-0. Бежим к болельщикам. Радуемся с ними. Мы сравняли сейчас гонки бомбардиров. У нас 17 забитых мячей за сезон. Остается еще 3 матча. И надо нам еще отдать 2 голевые передачи, чтобы сравняться с игроком из Ганновера. Этим корейцем. Но все равно. Бутсу-то мы можем все-таки получить. Мы сравняли с ним. Главное, чтобы он сейчас не забивал. А пока что все замечательно. 1-0. Мы забили. Ну а так, минимальная победа. С счетом 1-0 над Оснобруком. Набираем 3 очка. Забиваем гол. Ну сравниваемся, если этот кореец не забил. Сейчас посмотрим, забил он там или нет. Ну а Штутгарт потихоньку-то все равно выигрывает. Набирает очки. Да и Нюрнберг тоже не проигрывает. Пока что прям такая высокая плотность в таблице. Да, мы теперь на первой строчке, как вы видите, не забил он. И не отдает еще пока что голевые передачи. Нам надо все равно как-то забивать за эти два матча. Причем я не знаю, сколько он может еще забить, логично. И отдавать две голевые передачи. Это чтобы с ним сравняться. Но мне кажется, не так мне важны именно эти голевые передачи. Но вот поддержать золотую бутсу свою я все-таки хочу взять именно этот индивидуальный трофей для себя. Хейнт Хейм. Соперник серьезный, шестой строчки. Не знаю, это будет тяжелая, наверное, самая игра. Потому что потом будет Шанхаузен. Они вылетают уже. Так что вот это, наверное, самая тяжелая игра этого выпуска, концовки именно майского троеборя. Здесь три матча эти. Ну что же, идем на матч. И снова погодные условия нам мешают. Поехали. Итак, мы приезжаем в гости к Хейнт Ховену. Мы сейчас идем на второй строчке. И, скорее всего, именно после этого Хейнт Хейма, извиняюсь, не Хейнт Ховен, Хейнт Хейм. И, наверное, после сегодняшнего матча уже все будет решено. Оставимся ли мы на второй строчке или нет. Забей. Отлично. Голевую передачу мы снова отдали. Остается нам отдать еще одну, и тогда мы сравняемся. Но пока что все замечательно у нас. Перед самым перерывом забиваем Хейнт Хейму. Прям хорошо-то голевую передачу отдали капитану команды Морицу. У нас с ним, наверное, больше всего вот таких, что я на него именно чаще всего в Гамбурге отдаю голевую передачу. Ну вот, шикарно прям под ножку он подложил и все. Под левую неопорную ногу пробил голкиперу и забил. 1-0. И заменяют меня. Я даже не просил. Ну ладно, раз тренер хочет заменить, давайте досмотрим эту игру. Мы будем пробовать тогда Шанхаузеном забивать голы, отдавать еще две голевые передачи. И удар какой! Нарея! Отличный, Нарей. Наш очень, наверное, такой хороший друг в этой карьере. Именно в Гамбурге. Мы с ним очень хорошо сыгрались. И вот его выпустили, когда мы еще были на поле. И нас заменили, и он забивает. Ну это отлично. Парень очень хороший, перспективный. Прям вот, кто играет в карьерку там за тренера, покупайте его, прокачивайте. Посмотрите, какие удары у него. Ну это просто отличный партнер. В клубе 4 мяча он уже забил. Итак, заканчивается матч. Мы побеждаем в гостях со счетом 2-0. Скорее всего, мы уже застолбили за собой вторую строчку. Отдали одну голевую в матче. Да, так и есть. Вторая строчка строго за нами. Но здесь Штутгарт будет бороться еще до конца за выход. Если проиграет Нюрнберг, то тогда у Штутгарта есть все шансы занять третью строчку. Ну а перед матчем Шанхауза мы посмотрим, что там у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, они меня тупо сейчас топят. У них 19 забитых мячей. Мне надо забивать хэд-трик, позанимать, чтобы безоговорочно становиться. Здесь у него 12 голевых. Ну это просто невероятно. Очень тяжело будет, но мы будем пытаться. И у нас тренировочка. Ну что же, вот так заканчивается у нас тренировка. Получаем 76 с половиной рейтинг. Немного нам остается, конечно, до 77. Уже мы стоим в 17 миллионов. И у нас последний матч против Шанхаузена. Именно в этом матче многие команды будут для себя все решать. Например, Штутгарт еще до сих пор борется за третью строчку. Если Нюрнен проиграет, то тогда они станут сразу как попаданием в первую Бундеслигу. Насчет голов я вообще не понимаю. Хэд-трик мне остается только забить. И главное, чтобы они не забили. И отдать три голевые передачи. Ну это просто невероятно что-то. Что еще насчет карьеры? Я могу уже запросить трансфер. Это отлично. Я его и запрашиваю. Потому что в следующем сезоне я не хочу оставаться в Гамбурге. Посмотрим вообще, какие для нас команды могут приобрести. Поехали. Последний матч в сезоне. Матч против Шанхаузена дома. Итак, последний матч. Аншлаг на стадионе в Гамбурге. Это отлично. Волкспарест стадион приветствует всех. Хорошая сегодня погода, кстати. За столько времени мы еще и на поле. В стартовом составе. В финальном матче для нас надо забивать. Три мяча, давать три голевые передачи. И надеяться на то, что те игроки, которые сейчас находятся, на первой строчке в списке бомбардиров и в списке ассистентов ничего не сделают в последнем матче, то тогда я смогу стать лучшим игроком по системе гол плюс пас или лучшим бомбардиром или лучшим ассистентом. Но сейчас это очень трудно. Но все-таки матч Шанхаузена не самый сложный. Так что посмотрим. Ой, 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 посмотрите. Бохадус забивает. Мы еще и проиграть в финальном матче можем. Но это его первый гол. Вот как для парня, или это может быть мужик там лет по 30, а по геймфейсу в игре это вообще непонятно. Забить в последнем матче сезона, ну это просто шикарно. Ну и будет удар от ворот еще, штрафной. И нас еще и меняют. За минуту до конца нашего сезона нас поменяли. Ну ладно, давайте посмотрим. 30 секунд нам оставалось провести на поле. Сейчас просто будет свисток. Зачем нас вообще меняли? Какой смысл? Все. 1-0, мы проиграем Шанхаузену. Галмбург выходит в Бундеслигу. Шанхаузен у меня там вылетает. Но для них это, наверное, важная победа. Они не вылетят наверх. Не знаю. Но у нас вторая строчка. Серебряные медали мы получаем. Вот золотую гуцу мы не получаем. Потому что мы даже не смогли забить в этом матче. У них просто, смотрите, один удар, один гол. Все. Для них этого хватило. Что там? Штутгарт сыграл в ничью. И все, скорее всего, они потеряли свои шансы там дальше. Ганновер разгромил. Нюрнбург минимально победил. Так, нам приходит сообщение. Ваш запрос на трансфер. Да, это все об этом. Ну что же, давайте тогда в этом выпуске мы до конца дойдем до месяца июня. Потому что тогда уже закончится сезон официально. И подведем там уже попозже итоги. Все итоги. Запрос на трансфер. Я решил этого не делать. Я тебя не прошу не делать. Этого я тебя прошу это сделать. Что насчет заданий от Гангбурга? Я все выполнил. Все замечательно. Шесть голливых передач, десять мячей я забил. Все хорошо. Как раз шестнадцать матчей. В каждом матче я что-то да и делал. Результативное действие. Запрос на трансфер. Он снова не хочет нас выпускать. Кстати, прошло. Сейчас двадцать пятое мая. А мы ставили, что у меня день рождения, как и в реальной жизни, двадцать четвертого. Итого мне уже двадцать один год. Поздравляю меня с этим. Ну вот, как раз под концовку сезона. Серебряные медали. Подарок такой мне вручили. Так, теперь нет. Он до сих пор у нас не хочет уже три подряд я подал заявки на трансфер. Меня он все не хочет отпускать. Что вообще? Давайте почитаем по новостям. Лучший игрок турнира в Лиге Европы. Марсиаль. Ну, как вы понимаете, Манчестер и на этот обыграл там Интер. В финале 1-0. Марсиаль лучший игрок. Лига чемпионов стал Азар. Реал выиграл Лигу чемпионов. В финале, наверное, Барселона. Как я его вижу там поверх. Ну вот, классный матч будет. Реал-Манчестер. 3-1 они разгромили Барселону. И стал 14-кратным обладателем Лиги чемпионов Реал. Что насчет Бавария выиграла Кубок Германии? Ну ладно, не так интересно. Кандидаты, ой, какие у него глаза. Кто такой? Посмотрите, вот второй слева. Все тут игроки Ганновера. А Ога тогда, наверное. Не знаю, кто это такой. Красавчик. Нам не сказали, кто там стал лучшим игроком нашего, именно второй Бундеслигии. Это странно. Ну а сейчас у нас тренировочка. Мы до сих пор, даже когда заканчивается сезон, мы будем тренироваться. Ну что ж, закончилась у нас вот так тренировка. Ничего особо не прокачали. Но это и не суть нам важна. Нам сейчас важно, чтобы нас выставили на трансер. Тренер пока что вообще не хочет нас отпускать, к сожалению. Ну не стоит держать вот так вот силы игрока. Это уже показано на больших примерах футболе. Это и Дембеле, это Каутиньо, там когда хотели в Барселону перейти. Это что-то там, если не ошибаюсь, Дмитрий поедет, когда говорил, что вообще себе мышцы порвет, если его никуда не продадут. Но... Итак, еще одна тренировочка. Но перед этим мы все-таки давайте зайдем везде, куда можно. Итак, что вообще по моей карьере за сезон? Матча больше не будет. Давайте посмотрим. Итак, сыграл я за Штутгарт. 14 матчей, 6 победил, 3 вничью, 5 проиграл. Ну так же, практически, только на 2 матча я больше в Гамбурге выиграл. Но не суть. 10 забил, 6 голевых, 2 желтые карточки. 7 забил, 4 голевых, 0 желтых карточек. Было положение 6, когда я был в Штутгарте. Сейчас у нас 2 в Гамбурге. Средний рейтинг я даже больше в Штутгарте получал. 1 раз был лучшим игроком матча, также 1 раз был лучшим игроком матча в Штутгарте. И 2 раза лучшим игроком недели, и там, и там. Что же вообще неплохо. В общей сумме 2 клуба, зарплата у меня 16 тысяч евро в неделю. Это актуальная цена. 17 миллионов, 2 раза в командную неделю, 30 матчей, 16, ой, 14 победил, 6 мячей, 10 проиграл, 17 забитых мячей, 10 голевых передач, 27 за первый сезон. Это просто что-то невероятное. Теперь заходим в мои действия. Ничего здесь так интересно посмотреть нельзя. Статистика, вот. 29 матчей я отыграл в общей сумме. Ну, не сказать, что это вообще все. Там сколько? 30 ву, сейчас я посчитаю. 34 тура в чемпионате Германии во второй. Поэтому, если я ничего, конечно, не путаю. 5 матчей я не сыграл, но все равно 30 матчей за сезон. И 17 голов, 10 голевых. 13 побед в сухую. 2 желтые карточки. Средняя оценка у меня 7 и 2. По характеристикам. Вот вы видите сейчас. Защита, конечно, очень сильно проседает. Ну, вот они прям те показатели, которые выросли. Это именно в Гамбурге. Плюс 4 к рейтингу за сезон. Я самый прогрессирующий игрок в этом сезоне. В этой команде вообще. Вот так вот. Идем дальше. Идем дальше. Теперь здесь. Смотрим все. Ганновер. Ну, это я так понял. Ага. Третью строчку занял как раз Нюрнберг. И значит, это было плей-офф. Значит, Штутгарт вообще остается в второй Бундеслиге. Как и Нюрнберг. Потому что они проиграли Фрейбург. Это, я так понимаю, из первой Бундеслиги команда. И она отстояла свое место. И они остаются в чемпионате. Здесь Шантхаузен тоже остается. Могли они и вылить. Но вот здесь вот Унтере Хатчинг остается в третьей немецком дивизионе. Мы идем дальше. Суперкубок. Это прошлого еще сезона, когда Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов. Здесь они 2-0 обыграли Челси. Лига Чемпионов, кому это интересно. Я не помню, с какого мы момента перестали за ней следить. Здесь Пассажир вынес Валенсию 4-3. И Реал минимальный. Кстати, Манчестер Сити обыграл. Барселона обыграла Баварию, нашу немецкую команду. И Леон здесь прошел Атлетика Мадрид. Пассажир Реал вышел. Здесь Барселона еще и по голам на чужом поле еле вывезла. Поэтому и в финале оказались 0-3-1. Они проиграли. Здесь у нас МЮ обыграли Интер. Тоже вот отсюда где-то. МЮ 7-1 Спортинг. Арсенал 4-2 Киев. Обыграли Рома 3-2 Севилью. Здесь Байер по пенальти обыграл Лейпциг. Немецкое противостояние, кстати, было. Вольсбург вылетел от Интера 3-1. Порта обыграли Лейль 3-2. Латсу в Уверхэмптон вынесли 4-1. И Санктен минимально вышел от Франкфурта. Ну вот, потеря уже немецких команд. Получается трех. Это Лейпциг. Это Вольсбург. Это Франкфурт. Остается одна немецкая команда. Это Байер, которые вылетели в четверть в финале Лиги Европы. Рома здесь разгромно вылетела от Манчестера 3-7. И Арсенал проходит дальше Санктен. Порта проходит Байер. И Интер проходит Латсу. Вот оно, итальянское здесь дерби такое было. И снова вот английское дерби. МЮ 6-2. Просто прошлись катком по Арсеналу. Интер разгромно 7-0 Порту обыграл. Но и МЮ, как мы видим, здесь много они забивали в плей-оффе. И что они там вообще в группе? Они, наверное, все победы сделали. Да, 6 побед. Но это просто их турнир. Как еще и при Жизе Маурене, когда в финале они играли против Аякса. 2-0 они тогда победили. Тоже было все замечательно. Чемпионат Европы, друзья. Мы на него не попадаем. Как вы помните, вот она наша квалификация. Хоть и равенство со Швейцарией, но вот эти минус 1 у нас. Разница мячей 5 у Швейцарии. Ну вот такие группы. Кому интересно, Испания, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Англия, Турция, Польша, Швейцария, Голландия, Румыния, Австрия. Если мы бы вместо Швейцарии сюда попали, мы бы вышли бы из этой группы. И немцы, Ирландия, Греция, Италия. Так что будем следить за чемпионатами Европы. Также у нас еще и Кубок Америки. Бразилия, Чили, Перу, Мексика. Уругвай, Колумбия, Парагвай, США. Аргентина, Эквадор, Венесуэла. На этом все. Что мы можем посмотреть, мы сделали. Теперь мы переходим в лиги, именно в те команды, в которые мы бы хотели бы. Я бы перешел бы без проблем. Здесь Зальцбург на первой строчке. Это я сохраню на всякий случай себе. Манчестер Сити становится чемпионом. Ливерпуль на второй строчке. И вот так вот тут Шеффилд вообще опять вылетел. В Вилла. Вот. Дерби Канте. Но это не сильно интересно. Даже в чемпионшип я бы не переходил. В эти мне тоже интересно. Вот в Бундеслигу, на всякий случай, мы посмотрим. Бавария побеждает, естественно. Боруссия вторая, Лейпциг третья. Кто там вылетел? Падеборн и Унион Берлин вылетели. Испания теперь, только это не та. Вот она. Реал стал чемпионом. Прямо он везде пошумел. И в чемпионате и в Лиге чемпионов. Здесь итальянский сериал Ювентус на первой строчке. В Китай я еще не собираюсь, поэтому мы даже туда заходить не будем. Почему бы нет Голландии? Вы посмотрели Аякс на 6 очков опередил PSV и победил. Тем самым Португалию можно посмотреть, Порту. На всякий случай, вдруг нас пригласят. МЛС, МЛС, я вообще не знаю, стоит ли нам переходить. У них тут как раз сейчас сезон, типа начинается. Тут неинтересно смотреть. У них как-то он по-другому там начинается. Зимы вроде. В Турцию, ну на всякий случай, посмотрим. Вдруг пригласят. Чемпионат Франции. PSG Леон. Монако записались и будут, наверное, играть в Лиге чемпионов квалификации. Швейцарию. Но на всякий случай, вдруг нас пригласят. Еще раз повторюсь. Шотландия. Здесь просто доминация Селтика уже сколько лет проходит. Ну и все. На этом вроде как по статистике давайте еще посмотрим быстренько. Третья строчка у меня по забитым мечам. Я в списках бомбардиров. На второй в списке ассистентов. Ну и все здесь вроде как. Нигде больше и не засветился. Лучший бомбардир в Кубке Германии это Ливандовский. Тут их много, кстати, кто по пять мячей. Ливандовский, Волд и Матетто. Шахин, Бендер, Римман, Забицер, Роджер, Санчо и Нео Хаус. Отдали две голевые передачи. Сухие матчи. Здесь Сноер. Ну и вот эти мне неинтересно. Уже желтые там карточки красные. Это тоже неинтересно. Шакири Ван Дайк забили. В ворота Челси отдал голевую Шакири еще. Лига чемпионов. Томас Мюллер лучший бомбардир. Йонс лучший ассистент. Куртуа и Лопес лучшие вратари. Как бы смешно это ни звучало. Лига Европы. Марсиал, мы помним, что стал лучшим игроком еще турнира. Ну заслуженный еще и лучший бомбардир. Махитарянов в Роме вместе с Веритаутом. И Беляйский, Буяльский, наверное так. Из Динамо Киева стали лучшими ассистентами. ДХЛ лучший голдкипер. Кто-то сомневался. Ну и все. Чемпионат Европы недоступны. Ну и по квалификации Кинг здесь из Норвегии. Мы помним его в Бормуте вроде бы выступает. Норвежец 6 забитых мячей здесь в 10 матчах. Мбаппе чуть не догнал 5 мячей. Джака лучший ассистент. Леорисо лучший вратарь. Кстати, тут недалеко от Гилермы по сухим матчам. Два матча бы ему и ожидали. Может быть бы и отстоял бы насухо. Ну и все. А здесь все мы вроде друзья с вами посмотрели. Так что на этом мы заканчиваем, наверное. И ждем там, когда нам предложения будут. Но у нас сейчас тренировочка. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Точность штрафных ударов мы только прокачали. Ну и, наверное, этот сезон мы закончим с рейтингом 76. Я так понял, у нас же выставили уже все на трансер. Да. Бешиктаж делает предложение. Я не знаю. Я буду, естественно, смотреть на какой-нибудь строчке. Но вряд ли я буду переходить в чемпионат Турции. Не знаю. Я бы хотел какой-нибудь другой бы. Уж точно с первым же предложением я... Вот, предложение я не перейду. Сразу же говорю, в Бешиктаж нет. Считаю, что в Турцию переходить, это карьеру губить. Под конец карьеры можно, конечно, но не сейчас уж точно. Ну что же, все, мы завершаем сезон. Поздравляю ты выполнил выданное на этот сезон задание. Ты здорово поработал. Сделал все, чего я тебе требовал. Теперь надеюсь, что у тебя получится развить этот успех. Вот, все выполнил. Ну это отлично. Ну что же, переходим. Ну что же, ожидания начальства мы сразу же посмотрим. Просто на всякий случай. Оценка не ниже 6.0. Минимум 5 голевых передач и 9 голов за сезон. И за 10 ударов я должен хотя бы один гол забить. Ну практически такие, только голы подняли и все. Ну что же, на этой ноте мы и заканчиваем как сезон, можно сказать, так и этот выпуск. В следующем выпуске у нас будет претизонный турнир. Я, наверное, в него даже играть не буду. Не знаю смысл какой. Буду просто сидеть и ждать предложения от клубов. И все. Так что следующий будет очень интересно. Мы перейдем обязательно в другую команду. В какую вы узнаете в следующем выпуске. Как и я тоже. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok